здравствуйте друзья с вами снова андрей вельгаш компания окна в лондон у нас сегодня 30 сентября вечер очередные домашние задания с олегом немножко приболел поэтому глаза красные так сразу пошучу для тех кто удивляется зачем я пошел в школу предлагаю решить задачку мне олег сейчас выслал сказать домашние задания по математике я очень разбираю с ним проверять с условия задач на вечеринке у тома угощали пиццей и бургерами некоторые люди ели либо одно либо другое некоторые ели и то и другое количество тех кто ели только бургеры всем не всем на семь раз больше тех кто ели и то и другое количество тех кто ели только пиццу два раза больше тех кто ел и то и другое количество тех кто не ел ни то ни другое равно количеству тех кто ел и то и другое то есть те кто ничего не ел и те кто ел и бургер и пиццу равно всего на вечеринке было 57 человек посчитайте сколько людей ели это и другое пока я сейчас буду дозваниваться до олега решайте кто успеет решить пишите внизу в комментариях да и сейчас не обращаюсь к тем уникальным людям у которых знание математики каким-то чудесным образом сохраняется на всю жизнь не знаю как это происходит меня живой пример мой отец ему уже 60 с лишним лет он до сих пор любую геометрическую математическую тригонометрическую задачку просто решает вот так вот как-то вот человек помнит все формулы как тут есть такие люди которые вот ну математика одним словом я похвалиться этим не могу я разобрался задачи ну правда пришлось повозить но я сдал меня ведь у меня не учебник меня задачник то есть здесь есть только минимальное объяснение но не не подробное поэтому да я тут сейчас последних не знаю минут 45 сидел и решал решил так сейчас будем звонить олегом посмотрим решил ли он ну то есть он решил мне позвонил по телефону я все решил давайте проверим значит так кроме этого кроме математики у нас завтра теста биологии мини-тест который нужно подготовиться я тоже к нему уже подготовился мы вчера с ним об этом говорили мы вчера с ним подготовили конспект то есть выписали все термины так как нас просила биологичка учительница нарисовали там рисунки то есть так будет по клеткам клеткам человека и клеткам растений по строению клетки а поэтому сейчас мы не разбираем математику проходим по биологии и договариваемся что он учится биологии созваниваемся с ним через час либо через два когда он там выучит и будем проверять диалог для начала решим математик привет как у тебя дела расти привет как настроение у меня хорошо хорошо так ну давай я тоже тут значит я ломал голову долго давай начнем с первой с 2 она мне быстрее сдалась какой ответ 10 молодец а ну в двух словах просто объяснение логику я 7 потому что я взял середину за x и снаружи в значении година что снаружи то же самое будет то что и середине поэтому еще один excel а левая была 7 7 больше чем x на 7 больше 7 плюс x а вторая этого 2 умножить на и плюс 2 с бор поэтому я 7 молодец ты записал в тетрадку полностью все решение туда все 5x равен 50 равняется x10 отлично поехали дальше 2 у меня 2 я читал ее 100 раз сейчас 68 студентов сдавала в конце года математик 72 физику 77 химии то есть у нас получается тройная этот цветок правильно говорю на это да вот там конце самое главное что 32 выбрали все 3 предмета я из тех которые выбрали и математику и физику и физику и физику и химию и математику химия из которых считал 32 не получался сколько выбран математику и физику исек из тех кто выбрал всех выбирал 32 и еще раз и 32 у меня в середине, это вот все три, математика, физика, химия. А с математикой и физикой выбрали 44, и поэтому я решил 44 минус 32, и получилось, что математику и физику у меня взяли 12 человек. Правильно. Потом получается... Физика, химия, я также взял 55 минус 32, получил 23. С математикой и химией, сколько, 50 минус 32, получил 18, да? Потом я это все сложил, у меня получилось 85, да, это первое. Потом, сколько там, сейчас, сейчас, если вот математика у нас была сколько, я не помню, 60. 68. 68, то я из 68 вычел 40, сколько там, 18 плюс 32 плюс 12, сколько это все получилось в одном круге, да? Да. Я это все сложил и вычел из этого, и получил 6 в математике, в физике 5 и в химии 4. Потом я все эти цифры сложил, получил 100. Молодец. 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 Я с этим... Я с этим провозился. Видишь, у вас еще, у вас уже на уроке это все объясняют, правильно? У меня в этом, в этом учебнике тут такой минимум информации. Я еще с этой двойной цветком разобрался, вот эти, вот эта диаграмма вена. С тройной, я тут думал, у меня голова закипит. Молодец. Так, значит, ты записал в тетрадку, покажи. Да, вот. Сейчас покажу. Ну, как она переворачивается, вот так. Вот, первая. Угу. Вот, вторая. Понял. Понял, понял, отлично. Отлично. Так, 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 значит, у нас биология. Значит, математику мы закончили, правильно? Угу. Так, биологии ты вчера написал мне конспект. То есть мы пол-дела, в принципе, сделаем. Для чего мы с тобой договорились, значит, что у тебя будет... Так, какая страница мне напомнит? Двадцать четвертая. Двадцать три, по-моему, я не помню. У меня есть имейль, она мне прислала. Да, двадцать три. Она самый большой молодец в плане контакта. Двадцать три, да, она мне сама написала, расписала. То есть все. То есть у вас будет завтра, вам нужно будет, я так понимаю, нарисовать. Ну, либо не нарисовать, либо вам будут графики, и нужно будет на них указать, что из что. Ты вообще разобрался с этим? Нет, я знаю, где все находится, я это все знаю. Но ты, в принципе, вообще понял, что это и зачем? В принципе, я понял. А, ну, объясни мне своими словами. Я сначала все по памяти написал, потом посмотрел. Нет, ты мне своими словами объясни, что вот эти штучки нарисованы, что они такие, и просто мне надо понимание, а потом мы к этому подведем название. Ну, давай начнем с клетки, которая верхняя, давай начнем с animal. С animal, да. Ну, ты понимаешь, что это такое? Ну, да, это клетки животных. Ну, то есть, ты понимаешь, животное состоит с минимумом маленьких-маленьких-маленьких частиц, супер-маленьких, которые видно только в этом светловом микроскопе. Да, я знаю, мы же это проходили по биологии все и смотрели, тоже изучали. Ну, то есть, грубо говоря, это такие пузырьки, в которых есть разные частички, правильно? То есть, пузырек, который облачен оболочкой. Как оболочка называется? В смысле, светоплазма это все. Оболочка или... Ну, оболочка, чем, чем, вокруг, что вокруг клетки идет? Мембрейн, мембрана. Ну вот. Это само, ну вот. Cell Surface Membrane. То есть, клетка по себе, сама по себе Cell. Surface это поверхность. А мембрана, это мембрана, это что-то, что накрывает. Cell Surface Membrane. То есть, тут логично, это вот эта оболочка клетки. В этой мембране содержится и вакуоль, и светоплазмы, и нефлесы. Вот, а потом, внутри в этой мембране, оно наполнено чем? Наполнено жидкостью. Жидкость что? Глюкоген. Глюкоген. Это сторож для... Нет, нет, это глюкоген, это частички, которые уже в этой жидкости плавают. Ну, ну, плазма, цитоплазма, ну, понимаешь еще, ну, зачем? Ну, цитоплазма. Цитоплазма. Да, это вот, ради жопца. Вот. Цитоплазма, ну, не знаю, мультики там когда-то, не знаю, может, в моем детстве были там про плазму, и про всякие там, ну, что-то я помню. Плазма это что-то вот с жидкостью внутри. То есть, у нас есть пузырек, наполнен жидкостью, желе, ну, грубо говоря, так для воображения, плазмой. И в этой плазме разные частички. То есть, цитоплазма у нас, это то, что у нас внутри. Что у нас внутри есть? Ну, вот, нужно показать. Ну, вот, смотри, секретари висиклс. Висиклс, это, ну, это тоже, если переводить, оно есть там биологическое название, это пузырьки, в которых состоится, содержатся гормоны, энзимы, и которые находятся, вот, пузырьки, в которых находятся гормоны. Ну, да. Ну, вот, давай так. Цитоплазма, ты понял, что такое. Вакуоле. Ну, это что, из черепа, да. Ну, цитоплазма, это жидкость внутри. Чем она обоглачена, еще раз. Celsur, fresh, my brain. Да, внутри в ней плавают секретари висиклс. Гликоген, вакуоль, нюклеус. Вакуоль, это частицы, тоже, это временно, тоже, временно... Digesting system. Да, ну, которые... Частицы, которые частично, иногда возникают, иногда исчезают, то есть, временно живущие. Они, вот, поглощают излишки воды, если она есть, и маленькие, и временные, видишь? Small and temporary. Да, да. Гликоген, это частички, в которых... То, что, да, карбонных ядроиды? Как карбогидроиды, ну, углеводы, это частички, в которых содержатся углеводы. Потом у нас, что самое главное в каждой клетке? Нюклеус, ДНК наш. С чего мы говорим? Нюклеус, да, это ядро. Гены, все. Да, то есть, ядро, в котором... То есть, видишь, и там, и там есть ядро, нуклеус, и там, и там, у нас ограничена мембраной, и там, и там у нас есть жидкость. То есть, и там, и там есть мембрана, в мембране жидкость желе, и ядро. Дополнительно, что у нас, чем отличается? То, от чего отличается. Ну, вот, смотри, с этим, теперь внизу растительное клеткость. А планция растительная, то, что растительное еще есть посередине поколь огромная. То есть, видишь, там, там идет временные маленькие, да, а здесь большая, постоянные. Хромопласты еще идут. Хромопласты, это... Ну, это, это то же самое, что у животного секретарей висиклс, видишь? Я правильно понимаю? Ну, фотосинтез есть. Ну, да, ну, ты понимаешь, но это тоже частички, которые внутри, которые впитывают в себя фотосинтез, да, свет солнечный. И они помогают так расти растению, эволюцию, эволюцию, чтобы вот так вот... Ну, да, то есть, ну, если так, совсем таким простым языком, это в этой плазме вот плавают вот эти вот частички хлоропласта. То есть, видишь, это, если их перевести, ну, посмотреть туда, там, ты видишь секретарей висиклс, то есть, эти частички, в которых содержатся гормоны и энзимы. Здесь эти хлоропласты, в которых находятся, в которых именно вот есть эти энзимы, в которых аккумулируется солнечный свет. Да? Дальше, смотри, у нас идет стральч. Дальше старч. Старч, да. Это как глюкоген. Вот, это как глюкоген там, это частички, вот. Это частички, в которых сохраняется карбогидра... карбогидра... карбогидраидз. Карбогидраидз, карбогидраидз, это углеводы. Ну, да. Смотри, и что еще есть? Селвол идет, который защищает целый мембрейн, ну, что внутри находится у растения. Вот, то есть, чем отличается, видишь, большое отличие от клетки растения и животного. Живот... Ну, да. Вот видишь, животного нет у этой стенки, животного клетка может принимать, может меняться. То есть, грубо говоря, это пузырек, который, который, ну, деформируется, который можно, ну, так совсем, мы сейчас переводим на такой, совсем простой язык. То есть, грубо говоря, пузырек, который можно сгибать, как хочешь. А клетк, и то есть, он разной формы. А у растения клетка имеет стенку, которая придает ей конкретную жесткую форму. Это, грубо говоря, как маленькая коробочка, очень-очень маленькая, в которой, то есть, идет, как орешек, да? Внутри идет Surface Membrane. Внутри это желе, в котором плавает большая вакуоля, в отличие от того, что там маленькие вакуоли. Большое ядро... Сахарлопласт, это просто не дает разбежаться, как бы, и все такое. Нет, мембрана не дает разбежаться, а стенка, это как будто скорлупа. Сахарлопласт, мембрану, и все, что внутри. Да, а у животного нет этой стенки. То есть, себе представляешь, есть у тебя пузырек, ну, пузырь, который наполнен желе. Только у растений этот пузырек идет в клетки, в коробки, как коробка называется? Ну, смотри на меня, ты можешь с тобой разобрать. Ну, просто переводил изглез. А, в коробке имеете ввиду это стена, Cell wall. Cell wall, ну да, стенка. Cell wall. Дальше пошла, как это? Cell membrane. Cell membrane. Внутри что? Внутри вакуоль. Не, 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 жидкость, которая не плавает. А, не плавают... Сейчас, 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 Water and dissolved substances. Да, что это? Цитоплазма. Цитоплазма, вот. Сейчас это выучили. Смотри, мы поняли, что ты уже не знаешь. Что есть в одном и в другом, большое, в котором наше DNA, DNA хранится, DNA наш? nucleus. Nucleus, это ядро, nuclear power, gens. Да, ну, это, 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 ну, именно то, если цены, центр, там, что есть у тех и тех, только здесь большое, там маленькое? Ну, Вакуоль. Вакуоль. Это vacuos. Это пузырьки, только у животных они временные, они излишек воды в них хранится и вовлечены в digestion, в перерабатывание пищи. А здесь идет большая эвакуоль, которая содержит постоянно воду и находится в центре, большая, то есть, представляешь, там маленькие, потом, есть два вида частиц, и тех, и других, только по-разному называются. Секреции, это секреции, знаешь, слышал кто-нибудь слово секреции? Не приходилось ни о секреции. Ну, есть секреции из животных, и с секреции из животных там делаются разные вещества, когда-нибудь узнаешь. Ну, вот есть такое понятие, secretary vesicles, что это такое, что это, это маленькие эти пузырьки внутри большого пузыря, в которых что у нас находится? И там, и там одно и то же. Харлофилы. Ну, гормоны, энзимы. Да, луга. Ну, то есть, там гормоны и энзимы, а в живот, а в растениях, как называют, хлорофилы. А в ней же хлорофилы, хлорофилы, которые позволяют проводить фотосинтез. Вот, то есть, там как называют секреции vesicles, а тут как они называют свои растения? Хлоропласт. Молодец. И второй вид этих точек, какой у нас? Старч и глюкоген, который, типа, сторидж, сторидж это как? Ну, сохраняет что? Карбонахидридц, углевод. Карбонахидридц. Ну, видишь? Все просто? Ну, да. Понятно, мы с тобой сейчас, если нас кто-нибудь подслушит, какой-нибудь биолог, он будет смеяться. Но мы на таком уровне учим, мы с тобой не биологи, нам нужно, поэтому, видите, у тебя тут условное представление. То есть, тебе нужно понять. И это состоит, то есть, любое растение состоит из того вида клеток. Это как маленькие кирпичики. Любое животное, ну, состоит из таких. Да? Да. Ну, давай, последний раз повторяем, и потом дальше самое. Оболочка, как называется? И тех, и других. Cell membrane. Cell membrane. Что еще есть вокруг cell membrane у растений? У растений еще есть cell bone. Cell bone, то есть жесткая стенка. И чем они отличаются друг от друга, главная часть, отличительная часть человека? Cell membrane. Она сдерживает все, что внутри находится, cell wall не дает форму менять в растении. Правда, не имеем в виду, я веду клетки животных и растений. Главное отличие, мы сейчас говорили, за счет того, что есть cell wall. Форма. Форма. То есть, cell wall, это конкретно, то есть, это, это что-то твердое, которое не деформируется. Это вот cell wall, они определенной формы. А животного, за счет того, что нет этой волы, они меняются. Чем наполнен мембран? Мембран наполнен вакуолью. Нет. Все причастлив к нам? Нет, 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 жидкость. А, жидкость находится в светоплазме. В светоплазме, молодец. Что внутри, главное, что внутри? У тех, и у других. Нюклеус, который содержит гены ДНК. Там, там. Дальше. Вак? Три вида частиц. Вакуол, вакуоль. У тех, и у тех, есть вакуол, да. Чем отличается вакуол, вакуол животного от растений? Смотри на меня. Ты же это все знаешь, Олег, но зачем? Ты же только что говорил, что ты хитришь. Вакуол у растений больше. И постоянный. Ну, да. А у растений, а у животных? А, у животных оно некоторое время. И маленький. Да. И что в них, кстати, ну, в излишек воды и в Digestion System используется. Так, дальше. Два вида частиц, у тех и других. Версикл. Не секретарь, секретарь. 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 Секретарь версикл и хлоропласт. Какие у каких? Какие у каких? Хлоропласты, которые в хлорофилл содержат у растений, А все которые Версиклс у животных Хорошо И что в них содержится? У животных энзимы Энзимы у тех и у других А у других находятся Энзимы есть у тех Энзимы есть у тех и у других Что отличается Что у тех есть Что у тех есть Что у животных Думай, не зазубривая думай Мы с тобой так что проходили Хлорофилы находятся у растений Я же сказал Которые позволяют фотосинтезу А что Анималс Анималс Энзимы Энзимы у тех и у других Это другая частичка Там хлорофилы, а там что? Мы с тобой это проходили Гормоны Гормоны Вот это гормоны Ну вот, у человека гормоны Там хлорофилы Просто Вот Разница, да? И второй вид частиц Который находится В чем? Как жидкость называется? Цитоплазма Цитоплазма Какие второе виды Частички у тех и у других? Старч и глютоген Реально? У кого кто? У кого что? Глюкоген у Энимал А старч у Плэнта Ну не глюкоген, а гликоген Хорошо И какую они функцию Исполняют? Они считаете как Сторидж Сохраняются Для углеводов Как английский углевод? Карбонахайдрейт Карбонахайдрейт Ну вот Ну видишь как хорошо Значит То есть ты на сегодня Все уже сделал, да? Да, все Ты во сколько спать ложишься? Ну я рано стараюсь ложиться Чтоб завтра на завтрак просыпаться Рано это сколько? Я утром еще в душ Просто Ну рано я могу часов То в 10 То в 9 Чтоб в 10-30 В общем Просто эролла Могу сразу в 9-20 В 9-20 В 9-20 То есть у нас получается полчаса А биологии у тебя завтра у нас Сколько? Там же смена этого Года биология Я так не разобрал С этим твоим Ты мне так не прислал новое расписание Вместо химии Или вместо филла? В биологии 4 урока Вместо химии Да А химия 5 Химия 5 То есть физики завтра нет так понял понял хорошо ты мне обещаешь перед этим перед повторяю перед тем когда же спать обязательно повторю и потом свяжу голову утром встал повторю тоже то есть ты помнишь как мы с тобой то есть ты понял логику да что где схожие понятно что это будет мини-тест наша боевая задача 3 отметится так чтобы ты пришел мне очень сильно проблем нет но потом они почему-то берутся я к этому не причастен бедовый хорошо будем надеяться что завтра не будет как как всегда ну то есть не так как всегда не вне притянет никаких бед и проблем хорошо молодец я сегодня раздоволен так завтра мы с тобой бизнес учим на любви с маркетинг и что кроме бизнеса ты получим маркетинг ну маркетинг и бизнес это маркетинг и бизнес ну да что у тебя еще на пятницу есть заново больше ничего господи я хочу твою школу испанский математику мы сегодня получается сделать завтра ты ее сдаешь то есть завтра вам на посадку ничего не задают правильно хорошо испанский что испанский испанский мне должно было жить если что так физкультура надеюсь все хорошо химия завтра скажу да и физика получается физика что риски нет то есть нет задания нет а нет физика физика на понедельник то есть на пятницу не хорошо все тогда завтра мы с тобой так давай завтра так точно также тебя ты выписка сделок аспекты не сделал по биологии правильно не по биологии извини по бизнесу победы не сделал что победу конспект да по не делал по бизнесу вчера зато конспекта бизнес или готов хорошо тогда ты во сколько начинаешь завтра свои брата 7 начинаешь значит делаем так я в школу уйду меня 6 до 9 тогда делаем как умерти рассказывали в школу хожу так я веду свою школу я вас в 9 то есть где-то в полдесятого мы сможем созвониться завтра хорошо он давай к этому времени сделать по такому принципу просто видишь сегодня была подготовка к этому тесту я тебя не стал напрягать но тебе бизнес нравится правда ты же у нас будущий бизнесмен и это твой будущий предмет на ай-левеле поэтому я думаю тебе не нужно будет разжевывать с этими клетками да вот поэтому завтра ты берешь делаешь к семье делать сразу конспект мы с тобой договорились то есть ты выписываешь просто делай себе привычку это очень полезно понимаешь есть такое зрительная память есть когда пишешь просто ты вспоминаешь еще лучше сказать и пишешь ты напрягаешь один вид памяти когда ты пишешь машинально она как-то запечатляет и потом ты уже когда читаешь из своего то что написал рукой не то что из книжки потом когда ты будешь вспоминать это в классе ты это легче вспомнишь потому что это написал потом прочитал понимаешь у тебя два раза как бы получается такой двойное закрепление материал поэтому два раза делаем так ты читаешь материал выписываешь все ключевые моменты и их учишь я прихожу 9 то есть ты выписываешь давай так я буду в школе на телефон работать так 7 мне ты выписываешь там не знаю сколько там полчаса тебе займет 40 минут сделай фотографии пришли мне этот конспект хорошо я я свой конспект подготовлю к этому времени тоже потом я прихожу в 930 ну я постараюсь обстрел близко эти 915 мы с тобой быстро проходимся то есть я также будет я спрашивать как мы сегодня биологии мы проходим хорошо ее все ты пошел спать если начнется какие-то эти будем как прошлый раз с этим с биологией сидеть хорошо просто внуши себе то не внушать и пойми что бизнес ты любишь и бизнес это то что тебе нужно будет и в следующем году и университете и и в жизни раз ты решил стать бизнесмен до сидишь разбираешь вникаешь и в 730 я жду 745 максимум не ждут тебя вот уж этим не напоминал хорошо чтобы я жду от тебя фотографии твоего конспекта на вайбер на ватсап я прихожу 815 915 мы с тобой быстро проверяем проверили все без проблем свободен да отличненько все тогда у меня к тебе еще просьба там будет одна поговорим не нужно мы в школу чтобы поедем 16 они попросили что ты сделал personal этот statement ну то есть написать я меня зовут так то так то я хочу поступить вашу школу потому что мне советовали как хорошую школу я мечтаю стать бизнесменом ты писал тарс настоять на эту школу но это сочинение о себе но им нужно ей школы которые требуют это как им нужно выслать до нашего визита но мы это решим с тобой на выходной пока не загрязь этим год хорошо все давай тогда на сегодня молодец завтра я держу за тебя кулаки и очень надеюсь услышать очень хороший этот отчет отчет от биологички да все спокойной ночи завтра что мы делаем 745 я получаю тебя бизнес конспект да и во сколько мы с тобой проверяем 930 все спокойной ночи все спокойной ночи мученик с математикой на сайт он справляется отлично тут я тут я спокоен математика ему удается ну летом он просто это не то что это мой мая заслуга тут минимально как сами видите я просто проверяют делаем все во время я больше трачу времени математику чему он летом занимался преподавателем большой привет если смотрит отлично сделана работа то есть видно мальчик по математике поднялся а вот как я вам говорил биологии ему пришелся биологии мы не нужно поэтому такие вот вспомогательные предметы я стараюсь ему разжевывать может это понятно я не биолог для кого-то это звучало смешно и примитивно но он лучше так чем никак чем он завтра чем он сделать вид что он читал завтра придет и будет то же самое что-то хотел еще сказать уже не помню тогда всем кому интересно чем наша история закончится подписывайтесь на мой канал ставьте лайки комментируйте и следите за нашими успехами всем до свидания